Федеральная программа стартовала чуть позже, чем это должно было произойти, и поэтому, по большому счету, мы с 1 сентября только работы начали. Конечно, хочется всегда такие работы заканчивать еще летом, когда световой день длинный, когда погода хорошая. Но получилось так, как получилось. Но хочу сказать, что все работы выполняются в допустимом температурном режиме, с соответствующим контролем качества, и у меня нет никаких сомнений, что мы еще долго-долго будем радоваться этим результатам, и все у нас будет достаточно прочно. Мы заканчиваем работы вовремя, я думаю, что 2-3 недели, и вот те последние штрихи, которые необходимо еще на этих стройках навести, они будут закончены, все деньги будут освоены. Это, еще раз напомню, федеральная программа, и вопреки различным обсуждениям и инфинуациям, в основном в интернете, я бы хотел еще раз напомнить, что эти деньги можно было потратить только на те улицы, на которые мы их потратили, либо от них можно было отказаться вовсе. Естественно, я принимаю претензию к власти о том, что центральная часть города преображается, а остальная часть города, в основном наши дворы, в основном на окраинах, за этой работой немного не успевают. Да, это факт, но я как депутат Государственной Думы, я всегда говорил о том, что моя задача заниматься проектами развития города. Тем, в основном, активным представителям депутатского корпуса, которые критикуют власть в интернете, о том, что центр делают, про дворы забыли, «Ребята, это вообще-то ваша зона ответственности, дворы». Вот вы ей, пожалуйста, и займитесь вместе с исполнительной властью, с муниципальной. Никто ответственность ни с вас, ни с муниципальной власти не снимал. Тявкать там из-под воротни может каждый, но если вы займетесь своими прямыми обязанностями и начнете сначала зарабатывать деньги для городского и районного бюджета, и потом правильно их тратить, так как вам сигнализируют жители, если вы не потеряли с ними связь, вот тогда все будет нормально. А центры города и глобальные проекты – это моя зона ответственности. Тот негатив жителей, который я в том числе и на свой счет принимаю, связанный с этой стройкой, он, конечно, достаточно обоснован, но у меня нет никаких сомнений, что накануне новогодних праздников, когда мы погуляем по нашим новым пешеходным улицам в центральной части города, он весь рассеется, забудется. Вот такой негатив – это тоже работа власти, и ничего страшного в этом нет. Жители совершенно правы, все мы хотим, чтобы всегда было чисто и комфортно. Говоря о переменах в городе, Сергей Пахомов отметил, что Сергеев Посад, являясь главным городом Золотого кольца, должен стать удобным и для жителей, и для туристов. Именно поэтому губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил к работе над проектом перепланировки городской среды ведущих российских и зарубежных специалистов. Та работа, которую мы несколько лет ведем, и которую губернатор, которую губернатор наш очень активно нас поддерживал, она сегодня выходит на другой уровень, она сегодня выходит уже на уровень участия ведущих урбанистов мира в этой работе. Мы долго общались, выслушали огромное количество вопросов, увидели в глазах наших будущих партнеров по созданию концепции города, развития города Сергеев Посад, увидели существенную заинтересованность, когда они поняли масштаб того, что мы хотим сделать, и масштаб этого вообще в рамках не только нашей страны, но вообще в истории. В принципе, той работой, которой мы планируем заняться, еще никто никогда не занимался. Живые города никто не перестраивал. Я сейчас, может быть, забегаю чуть вперед, но мне очень хочется, чтобы вот так оно и было. После этого сегодня утром мы проводили встречу. Губернатор Андрей Юрьевич пригласил всех тех, кто был вчера, и меня в том числе, Токарев Михаил Юрьевич, присутствовал. На встречу, где мы, в принципе, поговорили о современных тенденциях в городостроительной деятельности, о том, как это могло бы выглядеть, о том, как вот концептуально можно перестроить наше пространство городское, для того, чтобы оно стало максимально удобным для жизни тех, кто живет в Сергеев Посаде, в районе в целом, чтобы пространство стало максимально удобным для туристов. Туристический поток постоянно растет. Эту работу мы не остановим. Говорили долго, выслушали точку зрения губернатора. Мы знаем, что он поддерживает нас в этой работе. И договорились о том, что начинаем движение в сторону создания глобальной концепции развития города Сергеев Посад. Продолжение следует...